Даже хороший вариант. Крутится, винт на месте, ручки на месте, и на том спасибо, если на обдирку. Скажите, вот вы его видите на ломе, и у вас есть все-таки подозрение, что он не совсем умер, а, короче говоря, его можно еще вернуть в строй. Куда смотреть? Вот на какие конкретные места смотреть, чтобы понять? Ну, скажем так, вот если подойти и посмотреть на его призмы, они, по большему счету, даже не такие плохие. Но они чистенькие. Вот как Дед Сирия делает. Знаете, Дед Сирия, из Крыма у него есть канал. Вот, он берет, и поступает очень просто. Вот здесь я, конечно, сходу вот так в чужой мастерской ничего такого не найду, ну, допустим. У него есть маленький лекальный угольник. Ну, линеечка. Не такой формы, а вот такой внутренний. Ага. Он берет его, и вот так прикладывает на призме. Вот так вот смотрит, вот так смотрит. О! Зазора практически нет. Все, берем. И дальше красит его, чистит, красит, и работает. И выбрасывает. И работает. Вот, но это один путь. Так, что еще? Этот путь хорош, если стоит задача обработки вот таких вот деталей. Вот их нужно просто обдирать. Вот просто обдирать. А дальше они там пойдут, например, в терминчку, и шлифовку, и финишный размер будет ловиться шлифстанком. Даже хороший вариант. Крутится винт на месте, ручки на месте, и на том спасибо. Если на обдирку. Каче это надо брать уже. Да. Вызывает экран. Как бы, если стоит задача специфическая, например, работа в центрах. А чтобы работать в центрах, вот эти поверхности в пиноле должны быть хорошие. Здесь, конечно, нашей камерой мы не покажем, что там. Но это классический вариант, когда они уничтожены. То есть, всякие переходники, этот вот, скажем, немножко побитый. А бывают переходники прям сильно побитые. И, соответственно, если его там еще начнет проворачивать, а сверлы зачастую крупные, и хвостые, и какие сверлы бывают сильно побиты, то вот эту поверхность внутреннюю в пиноле уничтожает. С каждым разом она держит все хуже и хуже. Чуть ли не за один раз, да. Идут все грубее и грубее, и, соответственно, это такой лавинообразный процесс, когда с такого ручейка начинается река, и там получается внутри такое. И, соответственно, это большая проблема, поправить эту поверхность. Если много работали в прошлой жизни, еще и пиноль в корпусе болтается. Вот зачастую тот же антрей ткач, который из Харькова, он показывает старые станки, которые он берет в работу, и там реально пиноль, вот, она имеет люфт в миллиметр в корпусе. То есть я не знаю, что такое им нужно делать, как туда нужно засыпать этот абразив, сколько миллионов туда-сюда ходов этой пиноли делать, чтобы там образовался миллиметров люфт. Нет, ну, какого года он выпускает? Это очень печально. Скорее всего, это что-то из 60-х. На, это 68-й. Ну, почти 70-й. И это реально проблема. Ну, ему 50 лет. Станок дед. Станок дед. Скажем так, на них есть ремонтные пиноли. В отличие от маленьких станочков, типа ИЖА, ПЭшки, чего-то такого, ТВшки и прочего. Ремонтные пиноли на них есть. Но, опять-таки, чтобы станок сам себе расточил эту самую поверхность, нужно, чтобы у него были нормальные направляющие. По крайней мере, под задней бабкой. Соответственно, если оно там все вот такое вот убитое на миллиметры, зазор между пиноли и корпусом, то какие тут могут быть нормальные направляющие? Это сколько этой задней бабкой пользовались? Сколько туда всего под нее попадало и расчесывало? Потому что есть риск, что они даже мягкие могут оказаться. Это грузины, тут как бы фиг его знает. А но если твердые умирают на кашках, то с мягкими вообще нет разговора. И вот получается, что все очень комплексно. Что в целом, если задачи грубые, то, говорится, заставить работать фрикционно, потому что с фрикционными здесь тоже истории такие себе. Не, ну это то, что так сходу не проверить. Но фрикционно ремонтируется. Подшипники в шпинделе меняются. Это как бы такие вопросы прозаические. Тот же винт поперечки, я не знаю, как на дипа, но на кашку этих винтов новодельных просто лопой-попой. То есть, если здесь реально у нас будет люфт в два оборота, из-за того, что гайка съеден, а гигин съеден, эта запчасть меняется. Но из-за того, что изношены направляющие, и, скажем так, вот этот вот наш суппорт, у него клин болтается, там, с двухмиллиметровым зазором, то здесь уже ничего не сделаешь. Это только вот именно ремонт геометрии. Как бы народные методы, это навешивание сюда грузов, вот сюда грузы ставят. Ну, чтобы поплотнее, типа поплотнее. Да, типа, да. Больше инерционности этой системы. Знаете, что меня радует? Масса. Что это станок не Виктора. Есть такая проблема. Вот, это не станки Виктора, эти кашки, это не станки Виктора. Это достаточно сильно тралим происходящее здесь, только лишь по этой причине, что станки Виктора там. И он за ними ухаживает по-своему. За этими станками ухаживает другой человек с советской закалки и, как говорится, бог ему судья. Давайте Виктора все-таки пригласим в студию. Да, да. Нужен авторский комментарий, но пока мы заглянем вообще, что там происходит.